ВЫБОРЫ С юридической точки зрения, выборы признаны легитимными, демократичными и прозрачными. Грубых нарушений выявлено не было. Правда, без накладок все равно не обошлось. Несогласованность в списках, которые нам предоставили. Есть списки отдельные, есть списки на президента, есть списки для местных выборов. Они не совпадают. Очень трудно распределять между нашими работниками, членами комиссии, для выдачи новой комиссии. Поэтому люди некоторые начинают искать себя в одних списках, в одних списках. Это состоит в своей духе. Плюс комиссия очень маленькая для такого количества народа. Вы видите, что происходит. Толчая. Все ждут своего очередя. Долго. Украинцы готовы были ждать. Картинка с очередями на избирательных участках в воскресенье облетела весь мир. Такого аншлага тут еще не помнят. Вместе с простыми избирателями, бюллетеней спокойно ждали VIP-персоны. Вот кандидат президенты Ольга Богомолец, дочерью Катериной. Окруженная журналистами, выжидает момента, когда же она сможет проголосовать. Дочь не скрывает, что отдаст свой голос за маму руководителя медицинской сотни Майдана. Частный и достойный кандидат. Ожидание скрашивается беседой. Ольга Вадимовна говорит о последних событиях в стране и попутно замечает, что не может осуждать президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который поддержал присоединение Крыма к России. Выборов там нет, ведь это теперь другая страна. Я когда буду знать лично его позицию, я смогу ее комментировать. На данный момент, не имея документов и не имея объяснений его позиции, я не могу сделать никаких комментариев. Не считаю возможным комментировать какой-либо, чья вина еще не положит. А вот фаворит президентской гонки Петр Порошенко. Посмотреть, как кандидат проголосует, собралось, пожалуй, больше всего журналистов. Порошенко обещает, что обеспечит достойное будущее украинцев в Евросоюзе. Но и без добрососедских отношений с Россией говорить о стабильности нельзя. А пока главная задача – навести порядок в стране. Украинцев в Евросоюзе – право для демократии. Мы остановились трансформировать определенные страны в Украине, в Сумалию. Потому что это просто страна. И я думаю, что вредно после элакции. Мы действительно делаем нашу работу. Мы остановили войну. Юлия Тимошенко в своем штабе выходила к публике, уже зная результаты экзит-полов. Она оказалась на втором месте с 13,13% голосов, уступив лидерство Петру Порошенко. За него отдали голоса 54,9% граждан. Заявляется их по состоянию на 7 утра. Юлия Владимировна поздравила украинцев состоявшимися выборами с тем, что страна становится на рельсы европейского пути. И высказалась, какой она видит Украину завтра. Я верю в Украину, верю, что Украина будет сильной, а Украинцы счастливой. И что мы будем жить в мире и будем безумовно всем разом делать так, чтобы каждый чувствовал себя счастливым в своей земле. Дякую за ногу. Слава Украине! Героям слава! Героям слава! Сенсацию сделал Олег Лешко, вырвавшись на третье место. По данным Центра избиркома, за него отдали голоса почти 8,5%. В топ-5 вошли Анатолий Гриценко и Сергей Тегибко. Удачное проведение президентских выборов в Украине поприветствовали в США, Германии и Совете Европы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова